Здравствуйте! Меня зовут Бедоева Зарина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Для здоровья зубов и десен, как и других тканей человеческого организма, требуется большое количество полезных веществ. К ним относятся не только минералы, кальций, фосфор, магний и прочее, но и витамины, являющиеся катализаторами обменных процессов, протекающих в организме. Одним из таких важных витаминов, необходимых нашему организму, является витамин D. Витамин D – это группа биологически активных веществ, которые образуются под действием ультрафиолетовых лучей в коже и поступают в организм человека с пищей. Его основные природные формы – это витамин D3 – холикальциферол и витамин D2 – эргокальциферол. Какое же действие оказывает витамин D? Обеспечивает нормальный рост развития костей, предупреждает развитие рахита и остеопороза путем регуляции минерального обмена. Способствует мышечному тонусу, повышает иммунитет, необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови. Помогает организму восстанавливать защитные оболочки, окружающие нервы. Участвует в регуляции артериального давления и сердцебиения. Препятствует росту раковых клеток. У пациентов с дефицитом витамина D мы чаще видим заболевания десен и зубов. Чаще возникают осложнения после лечения и плохо приживаются имплантанты. Это объясняется тем, что витамин D препятствует развитию микробов и имеет противовоспалительное действие. Если витамин D достаточно, то организм быстрее справляется с заболеваниями, не дает им перейти в более сложную форму. При недостатке витамина ухудшаются результаты парадонтальных хирургий, так как изменяется уровень прикрепления тканей. Вот почему стоматолог рекомендует проверять уровень витамина D в крови перед началом лечения. Дефицит холикальциферола уменьшает норму минеральной плотности костной ткани. Кости и зубы становятся хрупкими, ткани парадонта ослабевают, что может привести к выпадению имплантов. Достаточное количество витамина D предотвращает появление генгивита и парадонтита, уменьшает риск потери зубов, содействует правильному формированию костной ткани вокруг имплантов. Если после лечения или установки зубных конструкций наблюдается медленное заживление, необходимо проверить уровень витамина D и при недостатке начать принимать препараты, которые помогут его повысить. Профилактической дозой витамина D, когда можно его не определять в крови и спокойно принимать, считается 4000 единиц в сутки. Без медицинского контроля не рекомендуют прием витамина D в дозе 10000 более 6 месяцев. Важно знать, что для улучшения усвояемости витамина D лучше принимать его в сочетании с магнием. Спасибо за внимание! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok